Привет-привет! С вами Наталья Грейс и сайт Свободный Фотограф. И сегодня мы будем смотреть, что же нам снимать в ноябре, что нам рекомендует Shutterstock. Есть такая рубрика, вдруг вы не знаете, The Shot List называется. Есть также русскоязычная версия, самая востребованная. Ловите момент, они ее так перевели. Под видео будет ссылка на оба варианта. Почему на оба, почему не только на русском? Потому как ключевые слова вы, скорее всего, будете писать на английском, и это правильно. И искать то, что вы хотите поснимать, лучше все-таки на английском. Так более релевантный будет запрос. Итак, что же нужно будет снимать в ноябре? Тренд на натуральность, аутентичность и разнообразие продолжается и никуда не девается. Поэтому все, что мы будем снимать, не забываем про однополые браки, про этническое разнообразие, и чтобы все это выглядело очень-очень натуральным и естественным. Итак, в следующем месяце будет популярны для покупки праздники, такие как Рождество, Ханука и другие некоторые праздники. Здесь вот более детальное. Вы можете почитать Пурим и различные национальные праздники. Различные религиозные праздники. Ну, собственно, это понятно, потому как эти праздники будут вот-вот. Сейчас уже покупают изображения на Рождество и Новый год, но вы еще вполне можете успеть их сделать и продать выгодно. Также будут популярны зимние и летние, не только виды спорта, но и отдых в принципе. Любые моменты, когда друзья, семья собираются вместе. Сейчас мы рассмотрим все это более подробно. Итак, аутентичные моменты жизни. Обращайте внимание, вот как здесь на примере, допустим, это однополая пара с дочкой сидят на кухне, смотрят, возможно, мультики, возможно, что-то в этом роде. Праздники. Это может быть Ханука, вот как пример Хануки, что это может быть. То есть это могут быть как фотографии, так и векторы, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Рождество. В Рождество Шаттерсток делает запрос в основном не на празднование, а больше на такую религиозную сторону Рождества. То есть Три Мудреца, Рождение Иисуса и другие религиозные моменты, касающиеся этого праздника. Зимний и летний отдых. Летний отдых уже популярен. Можно продавать. Если у вас с летнего отдыха остались изображения, ранее не загруженные, самое время загружать их сейчас. Потому как многие турфирмы делают предварительные распродажи и нуждаются в подобных изображениях. Также мы все знаем, что есть Египет, Таиланд и другие всякие приятные теплые места, в которые сейчас очень популярно летать, зимовать. Сейчас самое время. Вы можете взять определенное направление, определенный вид спорта, то есть развивать эту мысль в самых различных направлениях. Зимние виды спорта. Это могут быть лыжи, просто поездки в горы, совместное проведение времени с семьей. То есть все, что касается... Игра в снежки, все, что касается жизни, радости, это может быть компания, друзья, семья. И все, что касается зимы, все это обязательно да. Не забываем, что все наши моменты, если у вас есть возможность и доступ к моделям однополым, то есть гей-пары, лесбийские пары, либо межрасовые одновременно гей-пары, это супер-супер популярно, это в тренде. Если у вас есть доступ к таким моделям, смело используйте, будет отлично продаваться. Следующий момент, который очень-очень популярен. Мы сейчас рассмотрели праздники, рассмотрели наш отдых. Перед Новым годом что мы обычно делаем? Мы пишем цели, мы встречаемся с друзьями, мы общаемся и начинаем худеть, начинаем диеты. То есть, как обычно, перед Новым годом ставим цели и стараемся изменить нашу жизнь к лучшему. Поэтому популярным будут изображения, где встречаются люди в куверкингах, различных кофешопах, в барах, дома, обсуждают что-то, играют в игры, возможно, просто мирно сидят и беседуют. Это очень-очень популярно и здорово. То есть, всяческое общение, по-прежнему популярны вот такие вот тонировочки, такие ненавязчивые фотографии, динамичные и тихие, то есть, что вам больше нравится. Характер того, что продается, вы можете посмотреть в популярных, вот такого направления, даже животные у нас здесь попали. Путешествия. Популярные изображения будут по направлениям путешествия на машине, путешествия в отдаленные места. Если у вас есть красивые пейзажи, то загружайте их. Это по-прежнему пользуется популярностью. Особенно, если это какие-то места, к которым трудно получить доступ. Данная страничка я открыла как демонстрацию трех мудрецов, что можно на эту тему снимать. То есть, это могут быть такие вот, как детишки играют в театре, так и мудрецы в прямом смысле, в пустыне, которые идут за звездой. Возвращаясь к нашим целям. Здоровое питание, диеты, медитации, йога, постановка целей. Вот это следующий у нас тот момент, который можно снимать. Все, что касается этого направления, также будет продаваться в ноябре. И обязательно не забывайте ставить себе цели, заниматься, грузить и целенаправленно снимать, потому что самая лучшая импровизация – это план. Если вы напишете себе план, будете точно знать, что снимать, организуете работу, ваши доходы будут все время расти. Высоких вам продаж. На сегодня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok